Доброе утро, мои хорошие, мои любимые, мои дорогие. Я только что приехала на работу. Сегодня кошечку с собой я решила не брать. Хочу посмотреть, как она будет себя вести дома. Потому что дома же мы ее тоже будем часто оставлять одну. Поэтому решила рискнуть. Она осталась дома. Но отдельно от собак, потому что пока никак. Хотя, вы знаете, вчера мы ее уже выносили. И она уже даже пыталась идти, но так периодически останавливалась и шипела на собак. Кексик маленькая собака ее боится ужасно. Наверное, ближе чем на метр кекс не подходит к этой кошечке. Но в это Рома, и в Рома, конечно же, не такой трусливый. Он лезет играться. Но когда она на него шипела, Рома тоже стал рычать. То есть он тоже показал, что он в обиду себя не даст. Меня немножечко это смущает, что Рома стал рычать. Потому что... Ну, ладно, давайте не будем сейчас пока делать выводы. Всего два дня они вместе. Надеюсь, что все будет хорошо. И все-таки они подружатся. Мне-то хочется, знаете, как часто бывает, смотришь видео, где там ход чуть ли не спит на собаке, защищает собакой и тому подобное. Вот мне хочется, чтобы все было именно так. Чтобы она спокойно могла гулять по всей квартире. И я могла спокойно их оставлять вместе. Пока вот приходится разделять. Кто сейчас у меня, какие планы. Сейчас приехала на работу, потому что надо тут с Юлей кое-какие еще дела сделать. Мы хотели сегодня пофотографировать цветочки. Потому что у нас давно мы не обновляли наш инстаграм мастерской. Потому что, ну, надо сделать хорошие фотографии. Вот этим, наверное, сегодня займемся. Где-то полдня я здесь пробуду и потом поеду домой. И дома сегодня хочу прибраться на кухню. А то как-то в последнее время все время занята бы чем, только не дома. Душно в машине ужасно. Давайте пойду в магазин и там уже дальше с вами пообщаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня, вы знаете, все было намного лучше. Единственное, вот эта вот Марыська, я все-таки, знаете, больше склоняюсь назвать ее Марыськой. Потому что, ну, уж очень она вреднючая, прыгучая. Вот такая типичная лесная рысь. Вот честно. И даже вот эти вот ее ушки такие стоячие. Вот, ну, рысь, в общем, у меня будет. Марыська. Так вот. Это Марыська. Когда я легла спать, она решила почему-то, что она антилопа. И, наверное, около часа она просто скакала вокруг меня. То есть я завернулась в одеяло, чтобы она ко мне не лезла. Оставила только голову на подушке. И вот она вот так вот вокруг прыгала туда и обратно. Причем именно скакала, знаете, такими большими прыжками с остановкой. Потом замрет, потом опять прыгала. В общем, я не знала, как ее успокоить. Я уже ей пригрозила, что в эту переноску ее засуну. И она, по-моему, этого особо не боялась, потому что она так только смотрела и дальше прыгала. Но при этом утром все было хорошо. То есть, да, утром она проснулась рано, где-то часов шесть. Она меня разбудила, потому что она с подоконника пыталась прыгнуть на кровать, на которой я спала. И от ее прыжка я резко вздрогнула. Но при этом дальше она спокойно поняла, что она меня разбудила, что она сделала нехорошо. И она тихонечко куда-то там ушла, и все. И не трогала меня, пока я не проснулась уже совсем. Все лучше и лучше мы с ней общаемся. Друг друга понимаем. Она очень умная, очень умная. Вот ей когда говоришь какие-то вещи, такое ощущение, как она действительно и слышит, и понимает себя. Потому что вот я ей говорю, слушай, иди сходи в туалет. Давно ты в туалете, мне кажется, не была. И она сразу идет на лоток. И ей там говорю, например, там, вон там сядь и сиди, чтобы я тебя не видела, не мешай мне. И она может отойти. Вообще, таких умных кошечек я еще не встречала. Знаете, о чем я подумала? Мне вообще-то кажется, что она была домашней. Мне кажется, что это котенок, которого выгнали, выкинули на улицу. Потому что, во-первых, я же все слежу за ее шерстью, да, чтобы вот там, чтобы блохи не скакали. Каждый раз пересматриваю, все перебираю там, все переживаю там, чтобы всяких этих гадостей на ней не было. Хотя сегодня мы будем ей делать уже, капать ее, обрабатывать от всяких гадостей. И эти, глистогонные будем давать. Вот. Но, тем не менее, вот визуально так, то, что может увидеть человеческий глаз, ничего нет. Чистенькая, очень чистенькая кошечка. И то, что я говорю, очень ласковая. Сразу пошла в туалете кошачий. Не боится идти к человеку. Причем, наоборот, даже вот я посмотрю, она все время хочет, чтобы ее брали на ручки. Чтобы все время с ней играли. Чтобы все время ее трогали. Чтобы ее все время что-то там с ней делали. Знаете, то есть она ведет себя вот как такой хороший щеночек. Она абсолютно не показывает, что вот она такая кошка, которая гуляет сама по себе. Нет, она наоборот все время требует внимания. И, не знаю, у меня мысли такие, что может просто выкинули котенка этого. Всякие люди бывают, правда. Может кто-нибудь взял, нагулялся и решил выбросить. В общем, не знаю. Не знаю. Но, как-то очень я начинаю сомневаться. Когда я за ней слежу, я очень начинаю сомневаться, что она дикая, что она дворовая. Ладно. Слышите, какой грохот. Посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Сейчас я пока здесь в магазине. Сейчас начнем с Юлечкой делать фотографии наших кое-каких цветочков. Что потом? Потом, потом, наверное, поеду домой, проверю, как там Марыська, что она там сделала из детской. Как она там ее разнесла. Потому что боюсь, что она разнесет полдома, пока меня не будет. Но, надеюсь, что такого не произойдет. Вот, в принципе, что я хотела вам рассказать. Да, пока Марыська. Ну, я читаю все ваши комментарии, читаю все те предложения, имен, кличи, которые вы пишете. Мне спасибо вам большое. Вам не передать, как мне приятно, что вы все это комментируете. Что вы советуете. Что вы участвуете в нашей жизни так активно. Это очень приятно. Продолжайте в том же духе, потому что мне это очень-очень нравится. И это меня стимулирует также. Вот. Так что смотрим. Еще смотрим. Это не факт, что она Марыськой останется. Пока, как бы, я вот к этому имени склоняюсь. Я вам объяснила, почему. Да, вот оно ей... Мне кажется, вот я слежу за ней. Оно ей пока подходит. Больше всего. Но если что-то другое, мы интересное вдруг узнаем, услышим, увидим в ваших комментариях, то мы попробуем какое-то другое имя. Пока мы ее там дома Рыськой-на-Рыськой называем. Вот. Ладно, все. Юлька там уже подготовила красивую остильбу. Вот она там пошла. Побегу. Побегу фотографировать, помогать. И буду еще... Что еще хочу сделать? Из себя хочу сфотографировать. Кто-то давно я себя для Инстаграм не фотографировала. А вы, кстати, подписаны на мой Инстаграм? Если нет, вот здесь вот он появится. Вот тут где-то. Да. Подписывайтесь. Мне будет очень-очень приятно. Что ты там хохочешь? Иду уже. Вот сейчас вам мастер-класс от Юли. Как делать фотографию в стиле флетлей. Берем фотофон. Кладем цветы. Ленточки, декор какой-нибудь. Ну, если у нас минимализм, то вообще что-то одно кладем. И сейчас каюлька высокая. Фотоаппарат держим горизонтально. Ровненько. Ровненько, ровненько. 90 градусов. Да. И начинаем фотографировать. Главное, когда вы это делаете, обратите внимание, чтобы у вас был квадратный вот этот масштаб для Инстаграма. Ну, это если вы для Инстаграм делаете. Если нет, то, конечно же, можете тогда вот такой, как у меня сейчас, как я вам показываю делать. Вот, кстати, обратите внимание, вот так я держу под углом камеру. А когда флотлей делаем, вот, видите, я горизонтально ее ставлю полностью. И тогда ровненькие все полосочки. Ровно получается, красиво. А Юлька фотографирует то, как я фотографирую. Фотографируй. Вот такой вот у нас сегодня творческий тандем. К нам еще пришла Мурка. И хорошо, что пришла Мурочка. Да. Очень хороший получится кадр. В общем, у нас этот... ЧП произошло. Мурочка, ну погудь немножко. Немножко в центр ее давай. Нюхай цветы. Мурка, не уходи, пожалуйста. Мурочка, кс-кс-кс-кс. Давай, моя девочка. Хорошая. Смотри, какие цветочечки у нас. Вон, видите, и Мурку сейчас попытаемся заснять среди цветов. Ты же у меня цветочная Мурка. Давай мы тебя среди цветов и заснимем. Видите, что мы творим тут? Ой, какая красота. Муряш. Ну, Муряшенька, ну, хорошенькая. Так, давай мы их есть не будем. Мы их еще и будем продавать. Вот. Так что, видите, Мурка с нами. Смотрите, какой простой, но какой милый получился букетик. Как раз делаем сейчас фотографию. А стильба и эвкалипт. Все, и крафтик. Посмотрите, какая красота. Юлька делает фотографию. Показываю вам процесс. Помаши Юлька ручкой. А Мурка в это время намывает нам клиентов. Прямо на входе сидит и так уже старается. Молодец, Мурка. Ты у нас не только охранник, но и самый лучший зазывал покупателей. Ой, красотуля. Вы видите, как реагирует на все. Не хочет от нас уходить, Мурка. Ну, а мы и не выгоняем. Пусть живет. И вот, смотрите, какая красота. Сейчас вам покажу, как оно получится на фотографии. Вот как-то так оно будет на фотографии. Слушайте, духота вообще невыносимая. Я не знаю, может гроза... 30 градусов в машине. Хотя так писали 20-24 максимум. Но все грозу обещают. Но дышать нечем. Ветра нету. Знаете, такой как в парнике, да? Воздух. То есть, наверное, к вечеру, может быть, что-то и дойдут какие-нибудь тучки. Дышать нечем. Машину сейчас быстренько охлаждаю. Еду уже домой. Переживаю, как там Марыська моя. Что она там вытворила. Страшно подумать. Страшно подумать. Поехали быстрее посмотрим. Привет. Ты что, спала? Я так переживала, что ты мне тут все разнесла. А ты мирно спала, да? Марысечка. Ой, ты хорошая. Такие потягушки. Вы представляете, как я плохо думала о своей котейке. Она мирно спала. Все у нас хорошо. Все, как я уходила. Все на тех же самых местах. Даже вот, смотрите, игрушку Янки какую-то нашла. Вот, даже игрушка на том же самом месте, где я ее положила. Марыська. Скажи привет моим подписчикам. Скажи им привет. Скажи им няу. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, мои хорошие. Как вы видите, я опять за рулем своей машины. На самом деле, мы сейчас с мужем просто едем в гараж. У нас очень сильно так потемнело. Идут, собираются большие-большие грозовые тучи. Вы знаете, мне кажется, что будет все-таки гроза, потому что очень сильно давит голову. Знаете, когда давление меняется, да? Вот очень такая голова, как не своя. И вроде как обещают, что вот такие грозы будут в течение всей недели, которая сейчас нас ждет. Муж решил на всякий случай поставить свой мотоцикл в гараж. Ну и, соответственно, он сейчас туда поедет, поставит, а надо обратно его забрать оттуда. Так что мы сейчас едем в гараж, остановились на заправке, у меня закончился бензин. Ну, почти закончился, там буквально совсем чуть-чуть было. Так вот, мы сейчас остановились, муж пошел меня заправлять. Я сижу в машинке с вами, болтаю. В общем, чувствую, он придет и скажет мне много всего нехорошего. За то, что я сама не встала и не заправила эту машину. Долго у меня муж оплачивает бензин, ушел и пропал. Вот, ладно, зайдем, наверное, еще в магазин какой-нибудь что-то поесть купить. В этом все про гриль просите, видео снять. Говорила, с мужем надо снять, или дома будем снимать, или даже была идея, может быть, взять этот гриль, поехать ко мне на дачу как-нибудь, и там снять, например, бургеры, потому что у вас самое реально клевое, что у нас там получилось, это вот именно бургеры. Вот, можно же сделать, например, бургер какой-нибудь с мясом, и можно сделать какой-нибудь там овощной бургер какой-нибудь, правильно? И будет, как меня и просили, и не полезное питание, и полезное. Хотя овощной бургер, разве это полезное питание? Это же все равно бургер. Не знаю, в общем, снимем. Снимем мы для вас видео, вопрос только в том, где мы его будем снимать. Потому что, ну, дома, дома я на кухне не хочу снимать, не люблю снимать. У меня и света недостаточно на кухне, у меня кухня такая вся оранжево-серая, очень темная. И, знаете, чтобы там что-то такое снимать, там полкухни сначала переделать надо. А вот выехать с этим грилем на ту же самую дачу, я думаю, почему нет? Хорошая идея. Ну и все, я уже приехала в гараж, только где мой муж? Я выехала, он еще там заправлялся. Меня заправила сам, еще свой мотоцикл заправлял. Во, смотрите, едет мой муж. Видите, я круче, на машине быстрее я добираюсь до его гаража, чем он. Едем мы дальше, сейчас муж будет кричать «Зеркало!». Открылось у нас тут недавно такое модное гастро-фест-место. Наверное, да, так его можно назвать. В общем, называется «Песочница». Мы первый раз туда едем, все мои знакомые уже там были, очень довольны. Говорят, действительно, там клево и вкусно кормят, и недорого. У них там есть сеты по 7 рублей. Так, грубо говоря, сколько? 3,5 доллара. Сеты – это либо там бургер с картошкой, либо японская какая-то вроде кухня. В общем, не хочу придумывать. Давайте съездим, посмотрим. Решили съездить, узнать, можно ли там с собой что-то взять. Потому что хотим все-таки дома посидеть, покушать. Вот, но взять что-нибудь готовенькое. Ну, если нам там не понравится, тогда поедем в магазин, возьмем продуктов и сами приготовим. Да? Нет. Нет. Тогда не поедем в магазин и сами ничего готовить не будем. Мы едем. Все, едем. В общем, едем в песочницу. Пока ребенок на даче, родители едут в песочницу. Такое название смешное. Субтитры подогнал «Симон»! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Конечно же, мазь нам. Это вам с вашим мерочек. 71. 73. Можно еще? Хорошо. Поправляем еще картошкам. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Это ты просто старенький становишься! Да хера! Поэтому тебе нынешняя молодежь стрёмная кажется. Ну, какая-то и не совсем молодежь. Не, ну девочка молоденькая, парнишки, я думаю, лет за 30 уже. Все, купили себе какие-то ультравкусные, ультрамодные бургеры Там весь бургер полностью какой-то там гипермодный С булочкой И непривычный, как нам сказали То есть не такой, как обычно мы привыкли есть бургеры Все, единственное, здесь, конечно, жутчайшая проблема с парковкой Ее тут практически нету Поэтому сюда, если будете приходить, то лучше приходить пешком Либо на велосипеде, либо на мопеде, либо на скутере, на мотоцикле Но на машине лучше не подъезжать А, на такси Вот, это первый момент Второй момент Я думала, песочница, это знаете, что-то такое То есть само по себе кафе, которое так называется И где просто под открытым небом, да, все Но там одно место, где ты там по меню что-то себе выбираешь Нет, это оказалось вот именно, как я изначально сказала Такое гастрофест пространство То есть помните, мы ходили с вами на улицу Ежи И там, где вот много разных было вагончиков с едой Это вот то же самое Разные всякие вагончики стоят Те же самые, которые, кстати, и были на улице Ежи И между ними столики маленькие Играет музыка в разных местах Разные Ходишь, выбираешь, что тебе ближе, что тебе больше всего нравится Еда в основном, вот именно, да, такая уличная Бургеры, хот-доги, картошка Суши Ну, вот такое, да Убираете Что вы любите Берете, можете сразу покушать А можете, вот как мы, взять с собой Тусовочное место, я бы сказала Вот так вот встретиться Пообщаться чуть-чуть Поговорить Просто расслабиться Ну, классно Я даже Димке сказала, что, наверное, жалко, что в нашей молодости Ну, когда нам там было лет по 16, по 17, да Что вот тогда не было никаких, такого рода пространств А может, а где мы? Где мы тусили? По дворам, подъездам По дворам, подъездам А могли вот так, культурно На набежной парке Ну, набежная парка, это летом А зимой дворы А батарея На батареях Вот Кто еще? Расскажите тусилы во дворах и подъездах Напишите мне в комментариях А еще поставьте лайк Я буду знать, сколько нас таких, которые выросли в подъездах Песни под гитару Песни под гитару, да У нас было Было такое А сейчас у детей песни под этот Мобильник или Включают Под блютус-колонку Под блютус-колонку, да Как все меняется Прикольно так наблюдать за этим Все равно у наших детей, я считаю, что очень даже Ну, у нашей молодежи Очень классная молодость Ну, такая тусовочная Вот социкл Нам не хватало Вот такого тусовочного всего Хотя жили всегда в центре В Минске Знали все тусовки Но их было очень мало Но они были клевые Они были запоминающиеся Они были такими, знаете Ух Все, ладно Едем домой Ну, в принципе, давайте, наверное, уже и буду прощаться Потому что смысл? Мы сейчас поедим и сразу спать пойдем, да? У них даже сургола нету А, ты кота будешь мучить? Ну, Димка, чуть кота помучает А я пойду спать Потому что завтра хочу пораньше встать Поэтому, мои вы хорошие Спасибо еще раз вам За то, что вы провели со мной Еще один день 12 июля вместе с вами провели Очень вас люблю Да подожди ты Очень вас люблю Очень вас ценю Очень вами горжусь Горжусь тем, что вы у меня есть Что вы у меня такие хорошие Такие позитивные Так пишите мне все время комментарии В общем, вы просто молодцы Вы у меня самые лучшие зрители Я в этом уверена Все, люблю вас Целую Пока-пока-пока-пока